Сегодня родительский день, Радоница, и в этот день принято ходить на кладбище к ушедшим родителям. Как вы считаете, для родителям важно, чтобы мы приходили к ним на кладбище, или мы их можем вспоминать в церкви? Почему задают такой вопрос? Дело в том, что мои родители похоронены в Пермском крае. Там живет моя сестра. И сестре присмотрела с мамой, и очень сильно обижалась, что мы к ней не приезжали. Вот смотрите, допустим, где находится мама? Давайте разбираться. Мама где находится? На кладбище. На кладбище? Вы уверены? На кладбище находится ее тело. Но если вы приезжаете к телу, то память о маме сразу приходит в ваше сердце, и через эту память вы с ней соединяетесь. С этой точки зрения можно сказать, что она находится на кладбище. Память о вашей маме. Но если вы о маме сейчас вспомните прямо здесь, то тогда мама получит от вас то, что ей нужно. Она приснилась, потому что вы ей не додаете. Вы должны больше сейчас ей помогать, вспоминать о ней, заботиться. Ей нужна помощь. Вот почему она приснилась. Олег Геннадьевич, она попросила привезти куклу. Извините за этим, но все какие-то вещи. Я не могу этот эзотерический момент объяснить. Может, она хочет, чтобы еще ребенок один появился, я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу только сказать, что если вы будете в церкви или дома молиться о ней, то не обязательно за пару тысяч километров ездите к ней на могилку. Это будет такой же результат, даст, понимаете? Но это также не означает, что я отменяю посещать захоронение родственников. Это не отменяется. Просто если вы хотите, чтобы с мамой установить отношения, они находятся в вашем сердце. Ваши отношения с вашей мамой находятся в вашем сердце. И в вашем сердце сейчас находится печаль, тоска по поводу мамы. Это означает, что там нет… Это значит, что вы туда не вложили силы. Вот, допустим, если я печалюсь о ком-то, это значит, что я должен ему помочь. Они помогают. Понимаете? Большинство людей просто не знают, что печаль, тоска означает, что нужно просто сесть, начать молитву. И в молитве думать о Боге, но иногда вспоминать маму и отдавать ей плоды этой молитвы. Если ты только о маме будешь думать, то мама тебе… Она сама… Ты сам ей не дашь эту силу. Сила только от Бога идет. Поэтому думать надо о Боге в молитве. И думать, что вот это все для мамы, вспоминать это все. И в этом случае у вас сердце станет чище, спокойнее. Потом вы почувствуете, что ей тоже хорошо стало через какое-то время. Поднимите руку, у кого так произошло. Видите, вот есть примеры. Они сделали, как я в лекциях говорю, и они получили этот результат, потому что эта внутренняя жизнь, она хоть нам и плохо знакома, но она есть. И надо так учиться жить в сердце своем, вспоминать близких, через память это делать, через память. И если ты чувствуешь страдания по близкому человеку, надо победить эти страдания. Сегодня у нас на эту тему будет лекция. Олег Геннадьевич, а можно еще немножко узнать, что такое кармический брак? Да все в браке кармические. Ну, то есть это термин такой узкий. Лучше на таких лекциях не брать термины, которые связаны с какой-то конкретной культурой. Это лекции нравственные. То есть надо говорить, что брак по судьбе, да, допустим, брак по судьбе. Все браки по судьбе. Просто если человек между людьми очень сильная влюбленность, влюбленность очень сильная, значит, и судьбы в отношениях будет очень много. И хорошей, и тяжелой. Ну, то есть влюбленность означает, что сердца очень сильно будут обмениваться. Ну, то есть будет, ну, как бы насыщенная жизнь. Бразильский телесериал там, вы понимаете, да? Ну, то есть очень насыщенная жизнь. И не всегда люди выдерживают такую насыщенную жизнь. Может быть, и не стоит так уж сильно погружаться в отношения, чтобы потом их не выдержать, избежать из них. Спасибо. А, спасибо, что это значит. То есть какой вывод-то? А вывод еще, знаете, в чем может быть вам? По-моему, это не для всех, но у нас в семье будет еще ребенок. То есть не у меня, а у моей племянницы. Ну, вот она поэтому про куклу и сказала, говорит, хочу вот этого, хочу куклу, а она намекнула, что будет ребенок просто и все. До вас дошло сейчас, да? Замечательно. Так, ну, как бы, бывают люди, что вы.